На это представление нельзя купить билеты, его нет в афише. Да и это не представление, а вовсе открытая репетиция, которую в цирке проводят крайне редко. Но прославленный египетский дрессировщик Хамата Кута без колебаний открывает большим и маленьким зрителям секреты своей профессии. Ведь он сам заболел этим искусством с юных лет. На арену с хищниками Хамата впервые вышел, когда ему было всего два года. Заслуживанный артист Египта Хамата Кута. Номера, которые со стороны смотрятся легко, результат многолетних трудов дрессировщика. Сначала, объясняет Хамата, нужно подружиться с четвероногим, потом предложить ему самые простые задания. И каждый, даже самый маленький успех обязательно поощрять куском мяса. Только после этого можно переходить к сложным заданиям вроде кульбита. Кульбит, 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 браво, браво, Ялюз. А когда доверие к хищнику станет абсолютным, рискнуть пойти и на совсем уже опасный трюк. Засунуть голову в огромную пасть питомца. Вообще интересно очень, наверное, работа эта. И она такая немного рискованная, конечно. Это бесплатно в каждый город. Мне это приятно. Впервые ради бога, ради детей, что они невозможно увидеть, какое представление. Я стараюсь, что там еще бы интересно больше, чем представление. По окончанию репетиции Хамата Кута ответил на вопросы зрителей, которых интересовало все. От экстремальных ситуаций на арене, в которые попадал артист до аппетита его подопечных. Сколько же килограмм мяса съедает? Они кушают 6,5 килограмм мяса в день. Своё мастерство на сцене брянского цирка гастролер из далекого Египта будет демонстрировать до 24 августа. Игорь Давидович, Александр Власов, Вести Брянск.